Санкт-Петербург отправился мой коллега Даниил Смирнов и вот его личное дело. Санкт-Петербург В Риге два года назад. Только это площадь скорби в Петербурге. Люди несут цветы и мягкие игрушки и ночью, и днём. Всю неделю. Это общая трагедия. Всех. Небольшое горе. Горе для всех. Отдельно течёт другая жизнь. Идёт тяжёлая работа с родственниками. За моей спиной отель Крауни Плаза. Он расположен в аэропорту Пулково. Здесь был размещен оперативный штаб по работе с родственниками погибших в авиакатастрофе. Кстати, российские власти ограничили доступ к родственникам с помощью бойцов ОМОНа. Эти мужчины привезли в Санкт-Петербург мать погибшего в авиакатастрофе парня. Он им приходится дальним родственникам. Говорят, что женщина в ужасном состоянии. Даже с ними не говорит о трагедии. На второй этаж гостиницы, где расположился оперативный штаб по процедуре опознания и работе с родными, ОМОН не пускает даже тех журналистов, которые получили согласие родственников на интервью. Наши специалисты делают всё и оказывают психологическую помощь для того, чтобы люди смогли справиться, пережить эту ситуацию и жить после этого дальше. Петербург ещё не забыл другую боль. 22 августа 2006 года в Небино-Донецком терпит аварию самолёт Ту-154 авиакомпании «Пулково». Он тоже летел в северную столицу России. 170 человек погибли. Петербуржец Павел Седов потерял в этой катастрофе свою старшую сестру Лилию и племянницу Ольгу. Его родители прошли страшную процедуру опознания своей дочери и внучки. Вообще это ад. Если есть ад на земле, то они через него... Я не буду вдаваться в подробности, но то, что видели они и то, что видят сейчас люди при процедуре опознания, это вот если есть ад на земле, то вот он. Это ужасно сложно пройти. Люди, которые сейчас это переживают, я очень прошу их. Я не знаю, не то, что набраться сил. Ну, да мало что поможет. Просто держитесь и не сдавайтесь. Родственники жертв той трагедии создали общество «Прерванный полёт». В память о погибших в поселке Малая Карлина под Санкт-Петербургом была установлена мемориальная доска и построена часовня. Сейчас здесь молятся о погибших в Египте. Алексей Штейнвак потерял на Донецком двух маленьких дочерей. Трехлетнюю Аню и пятилетнюю Машу. С момента трагедии прошло 9 лет. У него опять маленькие дети. В них он видит утешение. Дочь не слезает с его рук. Ну, вот это чувство точно вернулось через 9 лет. Поскольку сейчас мы занимаемся тем, что помогаем своим печальным опытом, помогаем тем, кто сейчас оказался в такой же ситуации. Поскольку, ну, наверное, кроме нас, лучше нас никто не знает, как через это проходить. У главы общества «Прерванный полёт» Георгия Ефименко в авиакатастрофе погибли сын, внук и невестка. Он говорит, что в работе с родственниками жертв многое изменилось в последние годы в лучшую сторону. Ведь им пришлось узнавать своих родных в обугленных останках практически на улице, при 30-ти градусной жаре. С годами в коридорах второго этажа аэропорта Пулково уже трудно найти маленькую часовню, поставленную здесь в память о жертвах рейса ПЛК-612. Теперь же число пассажиров, не долетевших до этой воздушной гавани, достигло 394 человек. И здесь уже дважды гасло табло с информацией о времени прибытия авиарейса. Пока без объяснения причин. Личное дело Даниила Смирнова, Латвийское телевидение из Санкт-Петербурга, Россия.